МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неотдельные белые пятнышки. Огромный океан неведомого окружает нас. И чем больше мы знаем, тем больше загадок задает нам природа. Так говорил великий русский путешественник и географ Владимир Обручев. И он был абсолютно прав. В эфире я, Олег Шишкин, и программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Смертоносный заряд. Российские конструкторы разрабатывают космическое оружие, которому нет равных. Что такое пучковая пушка? И как она работает? Где может применяться машина-убийца? Если война выйдет в космос, мы должны быть к этому готовы. Это пространство, в котором мы должны уметь сражаться и побеждать. О чем говорят дельфины? Ученые предположили, что язык млекопитающих может стать ключом к посланиям из космоса. Что может связывать морских обитателей с инопланетными цивилизациями? В ходе наших исследований мы разработали универсальный интеллектуальный фильтр. Благодаря ему возможно определить уровень развития существа. 11 сентября для СССР. Зачем американским спецслужбам понадобились теракты в Советском Союзе? Что хотели взорвать агенты ЦРУ? Почему кровавая миссия провалилась? И как с этим связана Украина? Все, что делала ЦРУ по разрушению Украинской Советско-Социалистической Республики, ЦРУ реализовала на Украине в 2000-е годы. В постели с полтергейстом. Кто живет в проклятых отелях? Как отличить хорошую гостиницу от заколдованной? И что делать, если вашим соседам по комнате оказался призрак? Объект все еще на месте. И в этот момент объект начинает медленно уходить в гостиницу. Китайский антиквариат, изготовленный греками. Каким образом в Древний Китай попали эллины? Какие секреты хранит терракотовая армия? Само изготовление этих фигур глиняных, оно требовало определенных затрат. Их обжигали отдельно в печах руки, ноги, потом приставляли. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российские инженеры разрабатывают космическое пучковое оружие. Военные эксперты считают, что по своей мощи оно в несколько раз превзойдет самые сильные лазеры. Его принцип действия основан на формировании пучка элементарных частиц, ускоренных до околосветовых скоростей, которые, используя запас кинетической энергии, смогут пробить практически любой вид бронезащиты. В начале 90-х конструкторские бюро США уже пытались создать подобную технологию. Однако их опыт оказался неудачным. И Пентагон принял решение закрыть проект. Российские конструкторы утверждают, что отечественная новинка поступит в серийное производство уже через 7 лет. Где будет применяться разработка и какие преимущества получит наша армия? Лазерное, радиочастотное, рельсотронное, кинетическое и пучковое. Все перечисленное оружие, основанное на новых физических принципах. Военные эксперты говорят, что это уже давно не фантастика, а реальные разработки отечественных инженеров. Но почему нам об этих открытиях почти ничего не известно? Это как бег на бесконечную дистанцию, задача которого — сбережение научно-технических открытий, каких-то инженерных решений, чтобы они раньше времени не стали достоянием других. Большинство революционных разработок российской оборонной промышленности находятся под грифом «Секретно». Однако недавно эксперты объявили о первых успешных испытаниях пучкового оружия. По словам ученых, этот боевой комплекс формирует заряд из элементарных частиц — электронов, протонов и ионов. Затем он разгоняет его при помощи линейного ускорителя. Эксперты считают, что такой удар будет в тысячи раз мощнее и разрушительнее, чем, к примеру, луч лазера. У такого оружия есть три поражающих фактора. Это, во-первых, фактор гамма-излучения. Когда поражается электроника противника, это воздействие электронного импульса, который может, например, подорвать боевую часть. И механическое воздействие, которое может разрушить цель. Однако у новинки есть и свои недостатки. В плотных слоях атмосферы заряд рассеивается, и на Земле комплекс может быть лишь оружием ближнего боя. Но наши инженеры предлагают использовать пучковую пушку в космосе. Она может быть и противоракетным, она может, если его вывести в космос, работать и против спутников. То есть у него достаточно широкий спектр. Да, у нас мирный космос, но американцы не подписали с нами в 2011 году договор о демилитаризации космоса. Сочетание лазера и пучкового оружия это является сейчас одним из перспективных направлений. По словам политологов, свое намерение милитаризовать космическое пространство власти США не скрывают. Уже в следующем году Пентагон может развернуть на орбите комплексы противовоздушной обороны. Это пространство, в котором мы должны уметь сражаться и побеждать, сохраняя превосходство на орбите. Если война выйдет в космос, мы должны быть к этому готовы. Военные эксперты считают, что пучковое оружие обеспечит России преимущество в космической гонке вооружений и надежно защитит наши спутники. Социологи назвали 21 век эпохой конца света. По результатам статистики оказалось, что наступление апокалипсиса в современном мире предсказывают в 50 раз чаще, чем в средних веках. Но самое удивительное, что, как показывают исследования, главными пророками Армагеддона в наши дни стали вовсе не экстрасенсы, медиумы или так называемые оракулы. Предвещать беду в эру высоких технологий начали ученые. Но почему они так стараются напугать нас? И главное, стоит ли верить их предсказаниям? Специалисты НАСА на последнем совещании Американского астрономического общества заявили, что на Солнце исчезают пятна. Это значит, активность светила стремительно падает. Если звезда и дальше будет остывать такими же темпами, нашу планету ожидает резкое похолодание и гибель. Астрофизики уже назвали точную дату. Это 2050 год. Метеорологи больше не могут скрывать. На планете кардинально меняется климат. Причем не в сторону потепления, о котором было столько разговоров, а наоборот, в сторону похолодания. Главное тому доказательство – остывание теплого океанического течения Гольф-стрим. Ученые говорят, что если этот процесс не остановится, то жители Европы и США ожидает суровая стужа. А затем ледниковый период накроет и остальную планету. Нужно внимательно наблюдать за Солнцем. Оно меняется, причем очень сильно. Чем меньше на Солнце пятен, тем меньше активность, и тем меньше тепла поступает нам с вами. Такие изменения могут оказаться разрушительными для нашей планеты. Ученые из Норт-Умбрийского университета прогнозируют, что уже в ближайшие годы температура на Земле опустится до рекордно низкой отметки. Британские климатологи советуют всем наслаждаться последними теплыми днями на нашей планете. Британцы заметили, что на Солнце становится меньше пятен. Это значит, что снижается солнечная активность. На планете уже начала падать температура. Пик похолодания, скорее всего, придется на 2030 год. По прогнозам ученых, Солнце продолжит нам светить, но со временем перестанет греть. Климатические изменения первыми ощутили на себе жители России. Календарное лето в этом году наступило почти на два месяца позже. Эксперты предупреждают, это только начало. Земля уже переживала малые ледниковые периоды. С 16 по 19 век в Европе и Северной Америке были очень суровые зимы. Замерзали Темза и Дунай. В некоторых частях России снег лежал практически круглый год. В 1620 году замерзло целиком даже Черное море. Исследователи полагают, от холода человечество не погибнет. Людям угрожают не сами морозы, а вызванный ими неурожай. Угроза перенаселения Земли и тотального голода. Их причины всегда разные. Похолодание, глобальное потепление, нехватка пресной воды. Таковы самые частые прогнозы последних 30 лет. Неужели мы и правда стоим на пороге катастрофы? Или страх катаклизма – это просто хороший способ отвлечь наше внимание от других проблем? Я как эколог не могу сказать, что вот сейчас у нас все отлично с климатом и экологией. Нет, это не так. Но все-таки слишком частые упоминания о концах света – это, пожалуй, чересчур. Да, население растет. Да, ресурсы планеты не безграничны. Но я бы не говорил прямо-таки о мировом голоде. Голод есть и сейчас в некоторых странах. И мы с ним боремся. Но нет, думаю, в ближайшие лет 100 нам не грозит общепланетная голодовка. Еще один сценарий – глобальные климатические изменения. Их, по мнению ученых, способны вызвать смена магнитных полюсов и столкновение с космическим телом. Но все же самый частый прогноз – глобальное потепление. Угроза для всего человечества, на борьбу с которой ежегодно тратятся миллиарды долларов. От конца света человечество отделяет всего 5 градусов по Цельсию. С таким сенсационным заявлением выступил американский климатолог Джеймс Хансон. Более 50 лет он сотрудничал с НАСА, но недавно вышел в отставку, чтобы посвятить себя спасению Земли. Мы рискуем проскочить переломный момент, что приведет к неконтролируемому процессу таяния ледников. Существенная часть видов животных будет обречена на вымирание. Плюс один градус. Настолько уже поднялся уровень термометра Земли. Мировая температура – это усредненный показатель температуры так называемого приземного воздуха, то есть того слоя атмосферы, в котором живет человек. Казалось бы, всего один градус. Показатель небольшой. На домашнем градуснике мы на такое колебание внимания не обращаем. Но что значит эти изменения в масштабах Земли? Ученые утверждают, что они станут началом конца. То есть, конечно, будет колоссальная цивилизационная катастрофа. Западная Сибирь может быть затоплена практически до Тюмени. То есть вот там, где у нас сейчас добывают нефть, там будет, ну, скажем так, что-то похожее на Аддазовское море. Такое Западно-Сибирское море. На самом деле именно ученые знают, в истории нашей планеты было несколько периодов как глобального потепления, так и глобального похолодания. Последняя ледниковая эра, Кайнозойская, началась 65 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. Современные люди живут в так называемое межледниковье, а это один из самых теплых периодов жизни планеты. Учитывая цикличность климата, страшные прогнозы исследователей не обман, а вполне себе реальный сценарий. Вот только все это совершенно не похоже на голливудские фильмы. И от наступления настоящего ледника нас отделяют не десятки, а тысячи лет ожидания. Далее в программе. Темная лощина. Почему в бамбуковом лесу в китайской провинции Сычуань бесследно исчезают люди? Откуда берется ядовитый туман? И есть ли у этой аномалии научное объяснение? Когда счет исчезнувших перевалил за сотню, любая экспедиция в долину черного бамбука стала приравниваться к путешествию в иной мир. 11 сентября для СССР. Зачем американским спецслужбам понадобились теракты в Советском Союзе? Что хотели взорвать агенты ЦРУ? Почему кровавая миссия провалилась? И как с этим связана Украина? Все, что делала ЦРУ по разрушению Украинской Советской Социалистической Республики, ЦРУ реализовала на Украине в 2000-е годы. О чем говорят дельфины? Ученые предположили, что язык млекопитающих может стать ключом к посланиям из космоса. Что может связывать морских обитателей с инопланетными цивилизациями? В ходе наших исследований мы разработали универсальный интеллектуальный фильтр. Благодаря ему возможно определить уровень развития существа. Почему мы боимся темноты? Ученые нашли объяснение феномену неожиданного наступления кромешной тьмы. Что это за явление? Где и когда оно происходило? И что рассказывают очевидцы? Эта тьма действительно может быть параллельным миром, таким опусканием на несколько мгновений. Там, где не работает компас, там, где не работают часы. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ученые переведут язык дельфинов. Специалисты Швеции и Гавайев предположили, что звуки, которые издают млекопитающие, могут стать ключом к расшифровке сообщений из космоса. Как считают эксперты, язык инопланетных цивилизаций скорее всего строится на том же принципе, что и так называемая дельфине речь. Каковы его правила? И что может связывать морских обитателей с жителями других галактик? Эти общительные малыши – звезды дельфинария в Приморском крае. В их лексиконе всего 10 русских слов. Заговорить в полную силу им не позволяет строение голосовых связок. Но если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Ученые начали осваивать язык дельфинов. Беологи из Карадагского природного заповедника Феодосии записали на пленку разговор своих питомцев – черноморских Афалин, Яши и Яны. Они обнаружили, что каждый дельфин, прежде чем дать ответ, внимательно выслушивает собеседника. Исследователи считают, их речь, так же, как наша, состоит из предложений. Сегодня ученые пытаются создать первый в истории русско-дельфиней разговорник. У них другой уровень звуков, издаваемых и воспринимаемых. Мы половину там не воспринимаем. И когда дельфины начинают с нами общаться, они переходят, они чувствуют, что видят, вернее, что часть звуков, которые они делают, человек на них никак не реагирует. Основываясь на этих данных, специалисты из Швеции предположили, что язык дельфинов и китов идентичен звукам, которые мы получаем из космоса. Теперь лингвисты и специалисты по морским млекопитающим совместно работают над расшифровкой инопланетных посланий. В ходе наших исследований мы разработали универсальный интеллектуальный фильтр. Благодаря ему возможно определить уровень развития существа. Конечно, пока рано говорить об общении с инопланетянами. Иными словами, сейчас реально лишь понять уровень развития языковой системы, не вдаваясь в смысл полученных сигналов. Например, насколько сложнее инопланетный язык, чем английский или русский. Например, вот так звучит Сатурн. А вот так разговаривает дельфин. Сходство действительно поражает. Но кто научил животных инопланетному языку? И почему его не знаем мы? По мнению ряда исследователей, контакт с пришельцами мог произойти в период, когда самыми умными существами на Земле были дельфины и киты. Еще до появления человека. Некоторые специалисты предполагают, дельфины и киты могут быть представителями другой цивилизации, гостями на нашей планете. В пользу гипотезы говорит то, что ученым удалось обнаружить у них своего рода культуру и обычаи. Даже фольклор имеется. Мало кто знает, что все горбатые киты в один промежуток времени поют одну и ту же песню. То есть одновременно во всех точках планеты. А структура самой этой песни, она очень похожа на структуру человеческой песни. То есть у них есть припев, у них есть куплет. О чем поют киты? Исследователи считают, что перевести этот язык на человеческий – вопрос недалекого будущего. Только вот разговора в привычном понимании все равно не получится. Я в этом отношении оптимиста, я думаю, можно так. Но мне кажется, что на уровне таких, знаете, примитивных, типа вот это вкусно, это невкусно, это там горячо, это холодно, это легко. А вот какие-то переживательные такие моменты – это сложнее. Потому что мы каждый вид по разному воспринимает окружающий мир. По мнению исследователей, если диалог состоится, то люди смогут получить новую информацию о прошлом Земли. Ученые считают, дельфины и киты обладают феноменальной памятью и способны передавать знания от поколения к поколению. Если учесть, что дельфины появились на несколько десятков миллионов лет раньше нас, то им действительно есть о чем рассказать человечеству. Исследователи назвали лощину черного бамбука в китайской провинции Сычуань самой аномальной зоной мира. По данным полиции, с 50-х годов прошлого века здесь пропало несколько сотен человек. А те, кому удалось вернуться из леса, вспоминали лишь густой туман и чувство животного страха. Биологи предполагают, что виной всему ядовитые испарения. Уфологи, что эта территория может быть воротами параллельно измерения. Но в чем причина аномальных явлений на самом деле? Куда исчезают люди? И что в действительности происходит в бамбуковой роще сегодня? Эти бамбуковые заросли не выглядят пугающе. Однако безобидную на первый взгляд лощину называют самым опасным местом во всем мире. Говорят, что тот, кто отважится прогуляться по этому лесу, назад уже не вернется. Долина Смерти. Так эту местность прозвали китайцы, которые живут неподалеку от лощины. Иногда они сопровождают отчаянных туристов до перевала Шимень, но дальше идти отказываются. Они рассказывают, что даже человек, знающий эти места как свои пять пальцев, в глубине лощины теряет ориентацию в пространстве. Местные жители утверждают, те, кто ушел за перевал, назад уже не возвращаются. Когда счет исчезнувших перевалил за сотню, любая экспедиция в долину черного бамбука стала приравниваться к путешествию в иной мир. Дорога лежит в один конец. Самое удивительное, что останков потерявшихся людей и животных не находили. Долина поглощала их безвозвратно. В 1976 году в проклятую лощину отправились пятеро лесников. Трое из них исчезли, но двоим удалось выбраться из аномальной зоны. Они рассказывали, что в один момент на долину опустился густой туман, от которого кружилась голова и было тяжело дышать. Как им удалось найти дорогу обратно, объяснить мужчины не смогли, а все попытки отыскать их товарищи не дали результатов. Ни вещей, ни тел пропавших обнаружить не удалось. Выживший рассказал, что этот туман был очень необычным. Попав в него, человек переставал понимать, где находится. Пропадало ощущение времени. Постоянно раздавались какие-то странные звуки, вызывающие непреодолимый страх. И ощущалось чье-то невидимое присутствие. Причем этот некто был настроен весьма враждебно. Еще одна трагедия произошла в 50-х годах. Прямо на территорию лощины упал самолет. Эксперты говорят, что, судя по данным из найденных черных ящиков, он был совершенно исправен. Местные жители считают, во всем виноват проклятый лес. Он питается человеческими душами. О загадочной бамбуковой лощине китайцы сложили десятки легенд. Одни говорят, в лесу живут огромные чудовища, которые питаются людьми. Другие верят, что их похищают инопланетяне. Возможно, там в этом ущелье что-то, действительно, какие-то небылоприятные условия, которые делают пребывание там более опасным, чем в других местах. Ну, из того, что там вот написано, что это именно такое, понять невозможно. Ну, это какие-то китайские народные сказки, по большому счету, вот о пропавших людях и не более того. В 90-х годах в лощину отправилась экспедиция ученых из Академии наук КНР. Они были уверены, всему происходящему там можно найти рациональное объяснение. Таинственный туман оказался взвесью из ядовитой трухи, продукта разложения некоторых пород деревьев. Эта пыль действительно смертельно опасна. Безусловно, многие растения содержат какие-то алкалоиды, воздействующие на психику человека, вот, и выделяют какие-то летучие вещества, эфиры, которые тоже воздействуют на человека. Один из первых, безусловно, таких вот проявлений, это появление каких-то амгалюционаций, нарушений, вообще восприятия окружающего. Но если все пропавшие стали жертвами ядовитых газов, то где их тела? Исследователи считают, они находятся в провалах грунта. Дело в том, что в долине смерти крайне суровый климат. Там резко меняются погодные условия. Структура геологических пород территории чрезвычайно многообразна и сложна. Из-за этого могут образовываться мягкие почвы с пустотами. Иными словами, исчезнувшие в лощине люди провалились сквозь землю. В самом прямом смысле слова. Далее в программе. В постели с полтергейстом. Кто живет в проклятых отелях? Как отличить хорошую гостиницу от заколдованной? И что делать, если вашим соседам по комнате оказался призрак? Объект все еще на месте. И в этот момент объект начинает медленно уходить в гостиницу. 11 сентября для СССР. Зачем американским спецслужбам понадобились теракты в Советском Союзе? Что хотели взорвать агенты ЦРУ? Почему кровавая миссия провалилась? И как с этим связана Украина? Все, что делала ЦРУ по разрушению Украинской Советско-Социалистической Республики, ЦРУ реализовала на Украине в 2000-е годы. Китайский антиквариат, изготовленный греками. Каким образом в Древний Китай попали эллины? Какие секреты хранит терракотовая армия? Само изготовление этих фигур глиняных, оно требовало определенных затрат. Их обжигали отдельно печах руки, ноги, потом приставляли. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Во время Холодной войны ЦРУ планировала в СССР серию терактов. Информация об операции под кодовым названием «Картель» была обнародована вместе с другими рассекреченными материалами. Изначально проект назывался «Аэродинамика». И его исполнителями на территории Союза должны были стать так называемые украинские националисты, пособники фашистской Германии. Ответственным был назначен Микола Лебедь, известный как соратник Степана Бандеры. Но что и зачем американцам понадобилось взрывать в СССР? И почему эта миссия провалилась? Это огромная крепость – штаб-квартира ЦРУ. Она расположена в Ленгли, в 13 километрах от Вашингтона. 70 лет назад на момент создания управления в нем работало всего 35 человек. Сегодня около 100 тысяч. За это время бюджет ЦРУ с нескольких тысяч долларов вырос до 28 миллиардов. Как считают эксперты, все ради главной цели – борьбы сначала с советской, а потом с российской угрозой. Поразительно, но согласно рассекреченным в январе 2017 года архивным документам, Центральному разведывательному управлению США в этом активно помогали украинские националисты. Безусловно, там, мы не будем говорить, что там какие-то фантастические цифры, там, может быть, их было 20 или 25 человек, но они работали, определенную работу на ЦРУ, в целях ЦРУ, по заданиям ЦРУ они выполняли. С легкой руки 33-го президента США Гарри Трумэна, ЦРУ стала единственной службой, которой было дозволено проводить тайные действия и антиправительственные операции за границей. Аэродинамик стала одной из них. Цель операции была создать оппозиционное такое движение, причем вооруженное движение на территории России, причем она проводилась с привлечением разведки и в Великобритании, и в последующем Германии, непосредственно участвовав разработчиками являлось само Центральное разведывательное управление. Среди трех миллионов страниц рассекреченных архивов ЦРУ есть оперативная справка, в которой рассказывается о двух террористических актах. Объекты – Львовская электростанция и Корсунь-Шевченковская ГЭС. И что самое интересное, обе атаки, если верить отчетам, были проведены бойцами украинской повстанческой армии. Основным из, скажем, таких ведущих игроков в этой операции был сделан Лебедь, Микола Лебедь. Это руководитель службы безопасности АУН, причем человек, который запятнал себя как садист. Других характеристик ему не отдаются. Историки утверждают, Лебедь был пособником гитлеровцев, соратником Степана Бандеры и возглавлял немецкую разведшколу в польском городе Закопане. А в украинской повстанческой армии он числился шефом разведки при службе безопасности. При этом во всех справках ЦРУ этот человек отмечается как чрезвычайно важный агент. Линия, которую проводил Лебедь. Вот. Организацию украинских националистов, украинская повстанческая армия в вере борьбы с Советским Союзом с 1944 года. Существовали письменно подтвержденные соглашения между руководством украинской повстанческой армии и военным командованием вермахта. Операция «Аэродинамик» проходила в несколько этапов. Первый – с 1946 по 1953 год. ЦРУ ставило перед собой задачу организовать активное вооруженное сопротивление на территории Советской Украины. Нужно было дестабилизировать обстановку внутри Советского Союза. С 1949 по 1959 год забрасывалось большое количество агентов. Прямо на парашютах самолеты залетали на территорию Советского Союза, сбрасывали десантников, вооруженных американским западным оружием, радиостанциями, там, листовками. Однако на втором этапе характер секретной операции «Аэродинамик» резко поменялся. Вооруженное сопротивление на территории Советской Украины было подавлено. Примерно к 1954 году. В принципе, вооруженное движение тоже сходит на нет, потому что очень успешно действовали части НКВД, части госбезопасности, да и Советская Армия, Красная Армия. После 1959 года вообще заброска на территорию Советского Союза таким образом прекращается. Согласно рассекреченным документам, после разгрома, спланированного американцами военного движения, ЦРУ перешло к финальному этапу операции «Аэродинамик». Ее назвали «Картель». Главной задачей стала материальная и моральная поддержка активных украинских диссидентов. Перед ней была поставлена задача собирать данные гури и истории. То есть создавать под ту идеологическую основу те мифы украинской истории, которые потом стали активно очень пропагандироваться до такой степени, что многие в них поверили и верят до сих пор, не желая смотреть правде в глаза. Агенты ЦРУ привлекали к работе советскую интеллигенцию, людей, прекрасно владеющих украинским языком. Создавали специальные молодежные организации, воспитывавшие радикальных националистов. Все, что делала ЦРУ по разрушению Украинской Советско-Социалистической Республики, ЦРУ реализовала на Украине в 2000-е годы. Вот А, да я. Полностью. И молодежные движения, и обработка интеллигенции, создание вооруженных групп вот этих вот нацистских батальонов. Мы все это видим. Удивительно, но история действительно разворачивается по спирали. Если раньше ЦРУ сотрудничала с украинскими националистами тайно, то теперь оно спонсирует их открыто, подкрепляя свои действия даже на законодательном уровне. Мало кто знает, но в США есть особый закон о демократии в России. По нему за предыдущие 10 лет американское правительство в борьбе за наше благополучие организовало 65 тысяч общественных неправительственных групп и объединений в России. Известна даже приблизительная сумма, которую планируют потратить на демократические цели. Почти 50 миллионов долларов. Вот только кто их получит? Туристические компании Санкт-Петербурга включили отель «Северная корона» в маршрут «Мистический город». Необыкновенной красоты здания в стиле модерн находится практически в самом центре, на набережной реки Карповка. По легенде, оно проклято. Высококлассные апартаменты не проработали и дня. За свою историю почти в 30 лет у проекта сменилось больше десятка хозяев. А теперь постройку вовсе планируют снести. Сегодня здесь можно встретить лишь поклонников мистики и желающих пощекотать нервы. Эзотерики утверждают, что так называемых плохих мест среди гостиниц немало, но многие из них продолжают обслуживать клиентов. Как узнать, что ваш отель безопасен? И что делать, если приходится делить комнату с неожиданным постояльцем? В Румынии на торги выставлен отель с привидениями «Децибал». По словам владельцев, в гостинице живет дух, охраняющий сокровища, зарытые под ней. На аукционе они намерены получить не менее миллиона евро. Специалисты заявляют, для небольшого двухзвездочного отеля в нетуристическом районе это очень высокая цена. Сейчас вот румынский отель «Децибал» попал в рейтинг отелей с паранормальными явлениями. И все, его цена взлетела. Сегодня попасть отелю в рейтинг паранормальных – это то же самое, что для ресторана получить звезду «Мишлен». То есть гарантированный приток клиентов. По словам экспертов, в США отели с привидениями уже давно стали выгодным бизнесом. Здесь каждое паранормальное явление на счету, а по местам обитания полтергейстов водят экскурсии. Видите, прибор заливается, показания зашкаливают. В этом месте мы постоянно видим призрак маленькой девочки в синем шаре. Вот прямо на этом стуле я ее видела. Номера в таких гостиницах, по словам гидов, стоят примерно столько же, как и в обычных. Однако забронировать комнату в отеле с привидениями куда сложнее. Ведь у призраков весь год высокий сезон. Вы знаете, у нас нет высокого или низкого сезона, как в обычных отелях. Люди едут всегда. Для них это приключение – услышать какой-то шорох, увидеть, что дверь сама собой закрывается. У нас в отеле больше десятка призраков. И у каждого своя история. Однако владельцы некоторых отелей были бы рады избавиться от потусторонних постояльцев. В номере 873 канадской гостиницы «Бенф Спрингс» по словам ее сотрудников, произошла страшная трагедия. Мужчина убил жену и маленькую дочь. С тех пор в этой комнате ни один гость не может спать спокойно. Люди слышали крики по ночам, и им снились кошмары. Вскоре на зеркале они увидели отпечатки рук маленькой девочки. Причем эту девочку, по информации служащих отеля, убили в этом номере. И ни одна горничная не смогла оттереть эти отпечатки. По словам консьержа, не один десяток лет проработавшего в этом отеле, владельцы испробовали все. Приглашали экзорцистов, медиумов, экстрасенсов, но никто из них с призраками так и не справился. Проблемную комнату 873 хозяева гостиницы решили просто замуровать. Из некоторых отелей призраки не уходят даже после их закрытия. Исследователи утверждают, в этой заброшенной гостинице на Кипре им удалось заснять на видео дух повесившегося владельца отеля. Объект все еще на месте. Я появляюсь в кадре, виден мой свет. И в этот момент объект начинает медленно уходить в гостинице. Но что делать, если встреча с призраком в ваши планы не входит? Как поделить один номер на двоих с привидением? Эксперты советуют соблюдать ряд несложных правил. Ну, самое лучшее – это сменить отель. Если такой возможности нет, то хотя бы просто номер. Найдите весомую причину. Если не можете, то просто доплатите за другой номер и переезжайте. В любом случае, попытаться построить диалог с привидением я бы не советовал. Все-таки это небезопасно. Однако ряд специалистов считает, что никаких отелей с призраками нет. По их мнению, у людей, оставшихся ночевать в незнакомом месте, просто разыгрывается воображение. А хозяева таких гостиниц пользуются этим для привлечения любителей острых ощущений. Вот человек остался в гостинице, и у него дверь случайно открыла сквозняком. Все, человек думает, что это призрак ее открыл. Тем более, если ему до этого сказали, что это отель с привидениями, и тут бродит какой-нибудь дух повесившейся девочки. Людские страхи и суеверия стали причиной появления неписанных правил в гостиничном бизнесе. Например, во многих отелях нет 13-го этажа и 13-й комнаты, и часто отсутствуют номера с двумя шестерками. Новую версию создания терракотовой армии императора Цинь-Шихуанди выдвинули ученые. Они считают, что ее построили греки. Согласно легенде, первый император Китая был одержим идеей бессмертия. Он даже издал указ, запрещающий себе умирать. Однако строительство своей гробницы он начал задолго до прихода старости. И по задумке, вместе с ним в загробный мир должна была отправиться целая армия. Среди эзотериков ходит легенда, что Цинь-Шихуанди обратил себя и своих воинов в камень специально, чтобы быть воскрешенным потомками. Какую тайну скрывает знаменитое захоронение? И для чего древнему правителю на самом деле понадобился столь многочисленный эскорт? Летописец Цинь-Цян писал, что терракотовую армию создавали 700 тысяч мастеров. Почти все взрослое население античного Китая. Работа шла 36 лет. Результат ошеломляет. 8 тысяч фигур, каждая из которых весит больше 100 килограммов. Терракотовые войны стоят колоннами, плечом к плечу. Они выиграли свою главную битву. Со временем. Прошло 22 столетия, а их будто только вчера вылепили из глины. Генералы, пехотинцы, арбалетчики, лучники, всадники. Нет ни одной статуи, похожей на другую. Кроме солдат, археологи обнаружили фигурки песцов, а также музыкантов, силачей, акробатов и животных. Император скучать в загробном мире не собирался и заботился не только о своей безопасности, но и о развлечениях. Само изготовление этих фигур глиняных требовало определенных затрат. Их обжигали отдельно в печах руки, ноги, потом приставляли и так далее. Создавали целые произведения. Потом их расписывали вторично. Они были изначально расписаны еще. Вместе с ними было захоронено естественное, так сказать, боевое оружие. То есть это не были какие-то модели или какие-то, так сказать, игрушечные оружия. Это было настоящее оружие. В древнем Китае верили, что нажитые при жизни богатства, а также слуг и жен, можно забрать с собой на тот свет. Когда умирал правитель, вместе с ним хоронили по меньшей мере несколько сотен человек. Наложниц, охранников, вельмож, строителей. Но во времена правления Цинши Хуандзи страна переживала трудные времена. Из-за непрекращающихся войн население Китая уменьшилось в несколько раз. Император понимал, он не может лишить государства еще и немалой части армии. Поэтому и приказал слепить глиняных солдат в надежде, что в загробном мире сумеет их оживить. Если судить по вот этим летописям, получается, что начал он строить свою гробницу в 13 лет. Что вызывает сомнения у многих скептиков. Ну, как-то уж слишком рано мальчик задумался о том, что ему нужна гробница с воинами. Сам Цинши Хуан описывал эту гробницу как огромное захоронение, очень высокое, 100 метров в высоту, окруженное стеной, с какими-то безумными, очень красивыми украшениями внутри, с золотом, драгоценными камнями и какими-то изображениями вселенной. Ничего этого не сохранилось. Ничего даже похожего не сохранилось. Ученые считают, что в создании терракотовой армии участвовали греки. Во время раскопок было найдено множество артефактов европейского происхождения. Например, фигурки бронзовых птиц, изготовленные восковой техникой. Некоторые исследователи полагают, китайцев обучали греческие скульпторы. Они утверждают, древние греки проникли в Китай после походов Александра Македонского, в 4 веке до нашей эры. А это значит, связь между Азией и Европой существовала еще до открытия Великого Шелкового пути. Некоторые исследователи уверены, древние греки к созданию глиняных воинов не имеют никакого отношения, так же, как и жители античного Китая. Неужели терракотовая армия – это всего лишь искусная подделка? У каждого глиняного воина в руках оружие, причем самое, что ни на есть, настоящее. Археологи говорят, выглядит оно как новое. Недавно ученые выяснили, что клинки так хорошо сохранились благодаря хромосодержащему покрытию. Но вот незадача. Метод электролитического хромирования был разработан в Европе только в 1920-х годах. И я не думаю, что кто-то прямо утверждает, что это древнее оружие. То есть это, может быть, мы здесь думаем, что они это утверждают. А для них это… Ну, чего он так просто будет стоять? Давайте мы ему что-нибудь вставим в руку. Для них нет проблемы в этом. И это даже не кинспирология для них, что вот мы сейчас всех обманем. А просто, ну, для красоты. Ну, чтобы туристам интереснее было. Долгое время китайское правительство своим историческим достоянием ни с кем не делилось. В 2007 году, после долгих уговоров, несколько глиняных солдат передали в немецкий музей для выставки. Германские ученые провели анализ и выяснили, что статуи изготовлены не в глубокой древности, а всего несколько десятилетий назад. Разразился грандиозный скандал. Однако китайцы с невозмутимым спокойствием заявили, что в Гамбург были отправлены копии, а не оригиналы. Кроме того, ученые всего мира недоумевают, почему не ведутся раскопки непосредственно гробницы императора Циньши Хуанди. Китайцы говорят, что не хотят тревожить его дух. Однако скептики сомневаются, а действительно ли он был похоронен в гробнице, которая расположена довольно далеко от местонахождения терракотовой армии. Любопытно. Подобных пирамид-усыпальниц вокруг Сианя несколько десятков, но их исследования запрещены правительством Китая. Это делается для того, что фигура императора, она работает на укрепление Китая, на объединение Китая, на подчеркивание исторической роли и важности Китая. А если копать вот эти пирамиды и обнаружишь, там, может быть, их построила какая-то... какие-то племена, даже и не связанные с современными китайцами, да, а может быть, какие-то другие, или вообще происхождение их неизвестно, то это, наоборот, даст только почву для сепаратистских настроений и выступлений. Эксперты считают, что терракотовая армия для Поднебесной важна не меньше настоящей. Глиняные солдаты воюют каждый день на передовой идеологического фронта. Ученые заявили, что, возможно, нашли объяснение так называемому феномену кромешной тьмы. В неожиданной темноте, которая может окутать как одного человека, так и территорию в несколько километров. Самым ярким документально зафиксированным примером считается случай, произошедший 79 лет назад на Ямале. Удивительное затмение там длилось сутки. Как ученые объясняют это явление? Что происходит с теми, кто оказался во тьме? И правда ли, что эти феномены могут быть порталами в другие измерения? Первые документальные свидетельства о внезапно опускающейся тьме относятся к 1904 году. 2 апреля мрак накрыл станцию метро в районе Уимблдон. Началась паника, но через несколько минут темнота рассеялась сама собой. Научного объяснения инциденту не нашлось, и про него просто забыли, пока тьма снова не наступила. Пугающее явление проявило себя еще более масштабно. 7 марта 1911 года свет померк в американском Луисвилле. Свидетелями стали более 50 тысяч жителей. Списать на фальсификацию или галлюцинацию этот факт просто невозможно. Люди говорили о пространственных искажениях. Воздух стал густым, и каждое движение давалось с трудом, как под водой. По словам горожан, все попытки осветить тьму с помощью ламп и свечей не давали результата. В Луисвилле заядлые курильщики, которые всегда имели при себе коробок спичек, оказавшись в полной темноте, решили зажечь спички, чтобы осмотреться в пространстве. Каково же было их удивление, когда, чиркнув этой самой спичкой, они увидели, что огонь горит, обжигает руки, но при этом совершенно не дает никакого света. Один из самых продолжительных случаев кромешной тьмы произошел в 1979 году в Таджикистане. Четыре альпиниста разбили лагерь в предгорьях Гесарского хребта, поставили палатку, занялись разведением костра. Вдруг на них обрушился непроглядный мрак. Попали на целые трое суток в кромешную тьму, не могли найти свою еду, хотя у них рядом находятся эти рюкзаки, не смогли. И спички были у кого-то в кармане, не зажигали спички, не могли рассмотреть пламя при близком поднесении, не слышат запаха, не слышат серы, не слышат запаха горящей спички. Вот это, конечно, удивляет. И рассказы практически у всех совпадают. По словам экспертов, каждый раз, когда опускается тьма, происходит искажение времени. Людям кажется, что прошло минут 10, а на самом деле это могут быть дни и даже недели. Я считаю, что вот эта тьма действительно может быть параллельным миром, таким опусканием на несколько мгновений. Там, где не работает компас, там, где не работают часы. Другое измерение, которое нам неизвестно, но оно есть, и отменить мы его не можем. Иногда кромешная тьма спускается на отдельных людей, но почти никогда подробности этого происшествия они не помнят. Психолог Наталья Толстая рассказывает о своем пациенте, который сумел воссоздать картину пережитого только под гипнозом. Ехал-ехал на машине, потом раз в кромешную темноту вошел, все выключилось у него. Он вышел из машины и попал в какое-то состояние, когда две луны. И увидел движущиеся какие-то фигуры большие. Потом опять провал, и он говорит, вообще другая планета. Потом опять провал, и он в двух метрах от своего автомобиля силой поехал дальше. Это явление не проходит для организма человека бесследно. Очень часто симптомы похожи на отравление неизвестным газом, хотя все отмечают, что ни вкуса, ни запаха у него нет. У всех абсолютно учащается сердцебиение, несвязная речь, некоторые начинают заикаться. Кто-то очень долго приходит в себя, как из пограничного состояния сна, другой альфоритм, видимо, и человек как бы вникает в ситуацию. Повышенное артериальное давление, и потом чаще всего терапии нужно лечить, страх темноты. Потому что жуть – это все равно безнаказанно для человека днепроход. Легкое расстройство речи очень часто, амнезия практически у всех. Люди, пережившие клиническую смерть, упоминают абсолютную темноту. По их свидетельствам, путь в загробный мир неизменно пролегает через черный, лишенный каких бы то ни было проблесков света туннель, в конце которого появляется яркое сияние. Наталья Толстая признается, нечто подобное она пережила и сама. Очень долго было общение с пожилой женщиной, я с ней дружила, она в Ростовской области, в шахтерском поселке. Я ей помогала, ходила цветы поливать, она мне рассказывала какие-то истории, она у нас лечила. И я потом уехала в Ростов-на-Дону и учусь в мединституте. И вдруг в определенный момент я проснулась. И вдруг я вижу, а у меня нет шкафа совершенно. То есть вот черная дыра туда. И вдруг оттуда, из этой дыры, где стоял шкаф, вот выходит эта женщина, знакомая мне, в таком белом платье с сиреневыми цветами. Я утром позвонила маме, она говорит, бабушка Наде умерла. И самое главное, что хоронили ее в белом платье с сиреневыми цветами. Тьма египетская длилась три дня. Сумерки на Ямале – одни сутки. В Лондоне метро погрузилось во мрак на несколько минут. Объяснить эти явления ученые не в состоянии. Глухую черноту физики разных стран пытались вызвать в лабораторных условиях. Но эксперимент провалился. Выдающийся французский математик Блес Паскаль говорил, «Я только с теми, кто ищет истину». Сегодня с вами был я, Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok